В преддверии праздников расслабляться нельзя. Необходимо завершить начатые дела, проверить, все ли готово к Новому году. Вот и в региональном правительстве по-прежнему каждое утро понедельника начинается с оперативного совещания. Что в этот раз обсуждали министры и губернатор за одним столом, расскажем прямо сейчас. Ежегодно 5 декабря в России отмечают День волонтеров. В нашем регионе это сообщество охватывает 22 тысячи человек. Они приняли участие более чем в 4 тысячах мероприятий. И вот 10 декабря состоится главное культурное событие для волонтеров. Праздник «Сила Севера в людях». Огромное спасибо, низкий поклон за вот это даже такое служение, на самом деле служение обществу и нашим людям. И в пандемию, и в рамках СВО, потому что на базе партии нашей «Единой России» работает пункт сбора гуманитарной помощи. И с начала работы вместе с правительством региона более 586 тонн всего самого необходимого. Было отправлено продуктов, вещей, техники, медикаментов. Эта работа будет продолжаться, естественно. По поручению губернатора Андрея Чибиса появились новые меры поддержки участников СВО и членов их семей. С нового года появится компенсация стоимости проезда до медучреждений области и обратно для бойцов, получивших инвалидность. Создадут кабинеты медицинского сопровождения участников СВО по месту жительства. Будет открыт проект «Сопки семья» в Печенском округе и Аллакурте. Организуют дополнительные автобусы в Мурманск для семей, в которых есть участники СВО, чтобы они могли спланировать свой досуг в столице Заполярья. Отдельно глава региона обратил внимание на организацию установки пандусов в домах, где проживают участники СВО, получившие инвалидность. В приоритетном режиме. Это уже ответственность глав администрации муниципальных образований. Все, что касается установки пандусов в домах, в приоритетном порядке. Это должно быть сделано. Это до вас доведено, но я очень прошу еще раз обратить на это внимание. Мы будем жестко за этим следить. В Заполярье запланировано около 1300 новогодних мероприятий. Самыми яркими событиями станут Мурманская креативная неделя, которая стартует 7 числа. Для северян и гостей региона организуют мероприятие деловой программы с участием федеральных экспертов. А также выставку-ярмарку придумано в Арктике, на которой творческие предприниматели представят свои товары и услуги. С 8 декабря заработает ярмарка Новоровского. С 14 декабря мы запускаем серию губернаторских елок. Как и в прошлом году, они пройдут в ледовом дворце спорта. Запланировано 6 мероприятий в программе поздравлений от Деда Мороза и Снегурочки. Ледовый спектакль «Морозка». Финансирование программы «На севере твой проект» увеличат до 200 миллионов рублей. Такое решение принято в связи с высоким спросом на меру поддержки общественных инициатив. В этом году было подано более 200 заявок на участие, а число победителей выросло до 100. Эти проекты будут реализованы в следующем году.